Всем доброго времени суток. Продолжаем подбивать итоги уходящего 2023 года. Что было интересного за прошедший сезон, я рассказывал уже в предыдущем видео, которое можно посмотреть, перейдя по ссылке, либо зайти на мой канал, там есть много чего интересного. Тема сегодняшнего видео будет посвящена очень серьезной проблеме у нас на юге Украины, которая нарастает как снежный ком. И эта проблема называется радужная кипарисовая златка. Вот такая миниатюрная зелененькая с темными пятнышками наделала много нехорошего и продолжает творить беспорядки. Данное видео я решил записать с целью поделиться своим опытом в борьбе с радужной кипарисовой златкой, так как эта проблема для нашего региона является очень серьезной. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали про данную проблему и старались проводить свое временное и регулярное лечение у себя на участках. Вначале немного поговорим о истории развития и распространения радужной кипарисовой златки. Радужная кипарисовая златка – новый инвазивный вид на территории Украины, который очень быстро развивается. До 2015 года присутствовал только в юго-восточной части Европы и селилась только на декорастущих кипарисовиках. Данный вид также был занесен в Красную книгу редких и охраняемых насекомых в таких странах, как, например, Венгрия, Румыния. Если изучить историю расселения, в Румынии впервые был найден жук в середине 20 века. В 1999 году его нашли в Венгрии, в 2009 – в Люксембурге, в 2014 году обнаружили на Черноморском побережье Кавказа, а в 2016 году – в Чехии. Там, в Украину, златка добралась позже всех, но от этого легче не становится. Первые проявления активности радужной кипарисовой златки начались примерно с 2017 года, если я не ошибаюсь. Но массовое проявление произошло в зиму 2019 года, это когда зима была у нас очень теплой и сухой. Первоначальное проявление заключалось в массовом усыхании скальных можжевельников, то есть скайрокетов. На тот момент многие списывали ихнюю гибель на теплую и сухую зиму, но после этого ситуация начала только усугубляться. По незнанию и по привычке многие называли и продолжают называть результат ее активностью – активностью короеда. Так и говорят – это короед потрудился. Соответственно, на сегодняшний день скорость поражения и пораженные площади увеличились и, к сожалению, продолжают увеличиваться. В отличие от короеда, который заселяет в основном больные растения, радужная кипарисовая златка способна заселять именно здоровые растения, что мы видим на сегодняшний день. Окукливание личинки происходит в древесине, либо в толще коры. Генерация продолжается, то есть период развития – 2-3 года. Окукливание происходит в период с начала марта по май. Активный лед жуков происходит с мая по август. И если погода позволяет, как это было в этом сезоне, продолжается весь сентябрь. В период активности жуки стараются держаться в кроне дерева. Из личного опыта, у меня первая встреча с радужной кипарисовой златкой, а именно взрослым насекомым, произошла 15 июля 2021 года, совершенно случайно, на участке клиента, в процессе общения. После обнаружения этой красоты, многие вопросы у меня закрылись, и с этого момента я начал ее внимательно изучать. И, как понял, через какое-то время – не зря. Давайте вкратце рассмотрим ее биологию. Как выглядит жук, какие имеет размеры, что из себя представляет ее личинка. Взрослый жук относительно мелкий, длина тела примерно от 6 до 12 мм. Кто с ним сталкивался вживую, тот понимает, насколько мелкая эта насекомая. И совсем не сравним по размерам с сосновой златкой, которая может достигать размеров до 32 мм. Жук изумрудно-зеленый, реже синевато или золотисто-зеленый сверху и снизу, с крупными черно-синими пятнами на передне спинки и над крыльях. Окраска и рисунок довольно сильно изменчивы. Личинка златки очень узнаваемая, имеет сильно расширенную переднюю грудь, которая несет на себе сверху и снизу желтоватые опорные площадки. Личинку по форме еще называют коброобразной, из-за ее широкой головы и тонкого тела. То есть внешне напоминает кобру. Летные отверстия у радужно-кипорисовой златки довольно-таки крупные по сравнению с караедом. Размером примерно со спичечную головку. Как я уже ранее отмечал, первым, кому досталось от радужно-кипорисовой златки, были скайрокеты. На сегодняшний день у нас в городе их практически не осталось, хотя, к сожалению, продолжает их высаживать. Из-за данной проблемы и сложности в лечении, я всем настоятельно рекомендую забыть заданное растение минимум лет на 10. В природе все так устроено, что любой организм всегда стремится к выживанию. Не исключением есть и радужно-кипорисовая златка. Поглотив одну кормовую базу, она переключилась на другую и полюбила такие растения, как туи. Особенно ей пришлось по вкусу такие туи, как туя-смаракт, шаровидная туя. Шаровидные туи чаще всего поражают ближе к основанию. На данном видео представлен пример поражения шаровидной туи, радужно-кипорисовой златкой. А вот так примерно поражается туя-смаракт. Поэтому при появлении первых симптомов я всегда рекомендую удалять пораженные ветки по максимуму, то есть до живого, так как личинки чаще всего развиваются в нижней части веток. Я часто наблюдал, как удаляют сухие и пораженные ветки. Их частично удаляют, но оставляют сухой остаток ветки, то есть та часть, в которой находится личинка. Тем самым давая ей шанс в дальнейшем развитии. Подбивая итоги за прошедшие годы, развитие и распространение радужно-кипорисовой златки очень сильно увеличилось. И, к сожалению, продолжает увеличиваться. Гибнут пораженные растения, появляются новые очаги. На сегодняшний день максимальное проявление радужно-кипорисовой златки у нас по городу наблюдается в южной части. От французского бульвара весь фонтан и включает в себя жилой массив Савиньон. Вот основной район наибольшего проявления радужно-кипорисовой златки. Не знаю, с чем это связано, но на сегодняшний день это так. Что интересно, в соседнем городе Черноморск, бывший Ильичевск, я ее проявление встречал в одиночном виде. То есть проявление ее в данном населенном пункте на сегодняшний день очень слабое. Удобная картина проявляется также в северной части города. Там также встречаются единичные случаи. Массовые случаи на данный момент я пока не видел. И это хорошо. Можем пока угадывать и выдвигать свои версии данной ситуации. Но на данный момент пока дело обстоит именно так. Поражение Лейландов радужно-кипорисовой златкой мне также попадалось, но очень редко. Однажды я с пораженной ветки вытащил куколку златки. Но такие случаи на сегодняшний день довольно-таки очень редки. Что для растения очень хорошо. Как я ранее говорил, радужно-кипорисовая златка у нас наибольшее предпочтение отдает таким хвойным растениям, как Skyrocket, Blue Arrow, разновидности Туй. А вот различные кипорисовики она практически не трогает. Возможно, это связано с их способностью обильного смоловыделения. Вы же знаете и не раз сталкивались, что бывает, если случайно поцарапать кору, например, у Лейланда. И можно понять, у какого именно растения быстрее произойдет выделение смолы. У Лейланда выделение смолы происходит практически моментально. Я считаю, что это и есть одна из основных причин, почему радужно-кипорисовая златка обходит их стороной. Но проблема остается, и, к сожалению, в скором времени она еще больше увеличится. Случая ее поведение, а также опыт многих коллег и одновременно воюя с ней, на сегодняшний день я могу сделать один небольшой вывод. Как таковых методов борьбы против нее нет. Все происходит путем или методом проб и ошибок. В иностранной литературе все очаги заражения настоятельно рекомендуют уничтожать. И о лечении даже не хотят говорить. У нас, к сожалению, толком не имея понятия о данном насекомом и его биологии развития, рекомендует активное проливание корневой системы различными инсектицидами и даже стволовые инъекции. Вольно частые случаи, когда настоятельно рекомендуют использование святого B58. Помните, что любую проблему с растением необходимо вначале изучить, узнать ее принцип развития, а уже потом приступать к лечению. Радужная кипарисовая златка совсем не короед, и принцип поражения и развития совсем другой. Очень часто мы сами способствуем распространению радужной кипарисовой златки. Это связано не только с покупкой и посадкой зараженного растительного материала, но и также вывозом на мусор к мусорным бакам в черте города погибших растений. Я лично неоднократно наблюдал картину возле мусорных баков. Гра погибших, либо почти погибших, но уже выкорчеванных хвойных. Многие отвозят эти растительные остатки подальше от дома, тем самым помогая радужной кипарисовой златке в распространении на большей территории. Выходя из этих растительных остатков, радужная кипарисовая златка летит на ближайшие хвойные растения. Пользуясь моментом, я думаю, вы все посмотрели мой короткий ролик про то, в чем состоит разница между хвойными и хвойниками. Кто не посмотрел, ссылочка будет, можете переходить. Теперь самое главное, к чему я пришел за пару лет борьбы с радужной кипарисовой златкой. Возвращаясь к вышесказанному, приходится пользоваться методом проб и ошибок. И самое главное, необходимо набраться терпения из-за ее длительного развития. А период развития составляет от двух до трех лет. Первые признаки поражения, которые вы увидите на деревьях, говорят о том, что личинка златки живет уже второй год. Соответственно, ситуация сложная. А в 99% случаев именно так и происходит. Следовательно, приступая к лечению, причем к регулярному лечению, о результате можно будет говорить уже только со следующего сезона. Во-первых, при лечении необходимо использовать преимущественно только системные препараты. При лечении необходимо опрыскивать середину дерева, а именно ствол и скелетные ветки. Простое опрыскивание по кроне, условно сказать, двумя пакетиками сомнительного происхождения, вам особо не поможет. И самое главное в этом деле. Это регулярность в обработке. Минимум один раз в месяц. Слишком часто опрыскивать я не рекомендую, так как при частом опрыскивании мы получаем больше минусов. К примеру, у меня есть клиенты, которые проводят опрыскивание минимум один раз в неделю. И это, честно сказать, страшно. Я хоть и занимаюсь лечением растениям, и это является моим образом жизни, все равно я не являюсь сторонником частого опрыскивания. На сегодняшний день у меня под контролем несколько участков с видимыми активными поражениями радужно-кипарисовой златки. Скажу честно, меня уговорили взяться за их лечениями со словами «а вдруг?». Итог за два сезона меня удивил, причем в приятную сторону. На второй год лечения были небольшие проявления радужно-кипарисовой златки в виде усыхающих веток, но они были незначительными и на развитие растений не повлияли. Наблюдается изменение в положительную сторону в виде нарастания молодой кроны. На стволах имеются остаточные следы активности радужно-кипарисовой златки. Новых проявлений я пока не вижу. Исходя из моего опыта, могу смело сказать, что регулярная профилактика от радужно-кипарисовой златки приносит положительный результат и, соответственно, необходима. Скажу сразу, варианты профилактики от случая к случаю не подходят, и в этом случае положительных моментов не ждите. Во время профилактики важно учистывать биологию насекомого, тогда эффект от мероприятия возрастает в разы. Очень часто можно встретить такой диалог. Не подскажете, а кто это, а чем побрызгать эту заразу? Ой, я вам не могу сказать, кто именно это, но вам нужно побрызгать вот этим, вот этим, и у вас будет все отлично. В методах борьбы есть один большой минус, который все портит и сводит ваши усилия к минимуму. Мы говорим сейчас о очаговых опрыскиваниях. Когда один проводит опрыскивание своего участка, а рядом на участках никто ничего не выполняет. Думаю, многим знакома данная ситуация. Ограничение распространения и развития радужно-кипарисовой златки стоит отказаться от ее самых любимых растений. При покупке посадочного материала внимательно осматривайте растения для избежания заражения своих растений. И, повторюсь еще раз, требуется регулярная профилактика путем опрыскивания системными инсектицидами, причем желательно с запахом. К сожалению, на сегодняшний день специализированные природные враги пока неизвестны. Но в природе встречались случаи, когда особи радужно-кипарисовой златки погибали вследствие поражения с порогами гриба. Осень в нашем регионе была очень теплая, даже можно сказать жаркая. Что говорить, если во второй половине октября на градуснике было плюс 33 градуса Цельсия, а это способствовало продлению активности как насекомых, так и болезней. Следовательно, не спали и личинки радужно-кипарисовой златки. И к началу ноября очень сильно начал проявляться результат их активности. Результат ее активной жизнедеятельности вы можете видеть на данной фотографии. Ее мне прислали в конце октября. Подобный результат я ждал с наступлением весны, примерно с середины марта. В этот период мы можем увидеть, насколько эффективна была наша работа в течение сезона. Но в этот раз нам пришлось увидеть это все осенью. К сожалению, на этом участке регулярности в обработке не было. То есть особо плачевная ситуация сложилась на участках с растениями, где были единичные оприскивания, либо лечение вообще отсутствовало. На данном моменте я буду заканчивать. Надеюсь, вы досмотрели данное видео до конца и вам понравилось. Насколько интересно получилось, решать, конечно, вам. Но все равно, большое спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. А на этом пока все. С повагой, ваш фитопатолог.